Сразу с вопроса начну. Так, я себе там пометил. Прежде всего, значит, задают... Давайте. Вопрос такой. Вопрос будет банальный, прошу меня простить, но постоянно задают вопрос. Значит, нужно на него ответы. А в воскресные дни и в двунадесятые праздники, когда можно делать и можно ли делать земные поклоны? Если можно, то какое время на литургии нам божествует? По времени по-церковному с шести часов вечера. Все, что церковное. А что касается пищи, работы с двадцати четырех. И вот уже в пятницу земных поклонов нет. То есть три поклона всегда бывают, а остальные поклоны на коленях не молятся. А в воскресенье уже с шести вечера ты можешь молиться с поклонами земными. А работать когда можно? Или говорят, вот постный день. Постный день до какого? До двадцати четырех. Если не спишь, то двадцать четыре часа уже есть. Пошло на следующий день, уже можешь разговляться. Вот и все. А вот на литургии, это во время, получается, в какие там места делается поклон? А, это другой вопрос. Везде толкуют по-разному. А зачем по-разному, когда оно должно быть одинаково? Не знают. Достойно. Земной поклон. Господи Иисусе Христе, Сыне Божьей молитвы ради. Земной поклон. Дальше обязательно. Когда священник выходит с чашей, и с чашей благословляет народ. В это время земной поклон. Дважды. То есть, через какое время он выходит в последний раз. Все на остальные не указано. И поэтому надо придерживаться этой тактики. Всего в воскресном богослужении всегда великий пост и так. Пять поклонов. Когда литургия идет. А литургии нет, только три. Все. Благодарю. Вот еще вопрос один. Меня просили спросить. Вот вопрос о аммонитянах и муавитянах. Не имея 13 глава, 1 стих. В тот день читано было из книги Моисеевой. Слух народа и найденное написано в ней. Аммонитянин и муавитянин не может войти в общество Божие вовеки. Вот смотрите, эти народы, они существуют до сих пор. Если существуют, то проклятие с них, на них это так же лежит клеймом или нет? Так же остается в силе до кончины века, если они существуют. А то они может быть другое название. Сегодня-то добывают такие. Что-нибудь не нравится, сразу переименовали себя и все. И даже имя, фамилия, отчество все меняют. Но надо к этому относиться, как к легкомысленно поступающим людям. Господь сказал вовеки. За что? Господь напоминает потомкам. Но это не говорит, что они могут не обратиться. Они могут обратиться, но войти в число, которое в Израиле бывает, служат вместе. Вот главное-то где. Если язычник обращенный, препятствий нету, он может присутствовать при жертвоприношениях. По сегодняшнему сказать на литургии. Но речь-то идет об евреях. А еврейское, что было, перешло нам в Новозаветнюю. Мы дети Авраама, поверьте. Это то, что там говорено было, относится к нам. А мы не знаем. За незнание не спрашивает Господь. Если нигде больше про это не указано, не надо расследовать. Спросить его, какой нации? Но он назовет себя таким. А откуда у тебя это понятие о нации? Ты можешь уже через две минуты сказать, что он не виновен. Так что из-за этого тормоза никакого нет. Господь сказал, Израиль это соблюдает. Они наблюдают за народностями. А к нам это совершенно не относится. Мы новый Израиль. У нас если он и язычник, уверовал в Бога. Все, все преграды рухнули. А для Израиля это остается в силе. В их число они не входят. Потому что когда они шли, они их преследовали и отстававших, уставших убивали. Это не простится никогда. А при чем дети? Речь идет, что Царство Небесное не закрыто. Речь идет о приложении к служению в храме иудейском. Вот о чем все. Да, да, спасти Христос. Хорошо раскрыли. Да. А вот раз уж заговорили о нации, Игорь Тихонович, у меня вопрос такой, что понятно, что любая нация, которая сейчас находится на земном шаре, для всех, даже и туземцы, они могут спастись. Но как относиться к некоторым особенным нациям, которые в истории себя проявили, ну, например, как пример просто, не подумает никто лично, как к цыганам, например, как относиться, к другим народам. Ведь спасение не закрыто ни для кого ведь, правильно? Правильно. Я даже встречал священником стал, этот, цыган. С трудом я в это могу поверить. Но те, которые у него прихожане, они говорят так. Он от трех со своей нации, они его прокляли. Так что он настоящий христианин и хороший священник. Вот сейчас такая беда с Израилем. Иран объявил ей войну. И только за прошлый день заслали им беспилотников около 900. Даже не верится, что столько может быть. Кто говорит 400? Ну, те перехватили. А на чьей вы стороне? Не на чьей. Но только мы должны сказать. Бытие, 12 глава, 3 стих. Вот где решение. И Иран никогда не устоит. Гитлер захватил уже половину Европы, мир, всем обил войну. Беда его была в том, что он против еврейского народа поднял войну. Гиммлер там этим руководил. В печь живьем. И все кончилось ничем. Сталин только решил суд над врачами делать. А там евреи одни. Все, загнулся. Подложили, что надо. Эта нация неприкасаемая для себя, имею в виду. Да обратятся, да познают, да примут. Они не приняли. Это остается в силе. Наша задача благословлять, чтобы они познали Христа, истинного спасителя, которого распяли. А которого ждут Машеаха, то есть Мессию. Это будет Антихрист на три с половиной года. Это мы должны им сказать. Мне приходилось неоднажды с ними разговаривать. И есть те, которые сразу отстали от них. Вот возьмите отец Наум Израилевич. Батюшка тут заходит. Он меня отцом называет. В моем доме обратился. Не больше трех часов побыл и стал православным. И стал священником. Это благодать Божия делает. Человеку это невозможно. Никакие знания не помогут. Благодать. Дух Святой. Вот я гляжу, разговора совсем нет о крещении Духом Святым. Никогда не слышу. О крещении Духом человек может получить, сам не осознавая это. И ответить грамотно не может. А в чем оно проявляется? Открывай Библию, и ты найдешь. И Дух Святой сошел на нее, на Деву Марии. И что она? А она заговорила, прославляя Бога. На, ну за что сошел Дух Святой? И воспела она песнь. На Симеона, который встречал Христа младенца, сошел Дух Святой. И что? Великая речь излилась из уст его. Это выражается в благовестии. Это 20-я глава, вот просчитайте. 8-й, 11-й стих Еремии. В Ветхом Завете это было. Это мой любимый стих. Еремия, 20-я глава. 8-й по 11-й стих. Кто-то ищет? Да, я нашел. Считайте, что их. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении. Потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем. Как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих. Угрозу вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все, жившие со мною в мире, сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мной Господь, как сильный ротоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Вот так. Вот теперь посмотрите, у кого это в жизни было. Полностью, чтобы эти стихи были его. Эпиграфом к будущей жизни и к настоящей. Значит, если бы он не заговорил, если бы он испугался, результат был бы совершенно другой. Огонь, развитый в теле, в костях твоих. Вот какое выражение. Это у меня было 27 сентября 1962 год. В 17.00. Моя жизнь полностью, мгновенно изменилась вся. Я его не мог удержать себе, этот огонь. И так как лоцманский катерок подводит кораблю, который на ряде стоял, я первому же матросу стал сразу свидетельствовать, ничего еще не зная, кроме искупительной жертвы. Минуты веры. Живем неправильно. То есть, обращение на два этапа. Первое. Понять, что ты погиб, погиб окончательно, бесповоротно и навсегда. Я молился об этом, и мне дана фраза одна, которую люди боятся. Вот слушайте еще раз и повторите про себя, если поверите. Бог никогда никому ничего в грехах не прощает без атак. Вот и все. Почему? 6.23. Послание к кремлинам. Возмездие, плата за грех, смерть, а дар – жизнь вечная во Христе Иисусе. Вот все. Бери это за основание, и ты поймешь, не просто грехи маленькие, большие, ничто нечистое не войдет, а что грехи великие и малые, это люди разделили. Бог смотрит на другое. Отступление от святых заповедей, которые открывают нам глаза. Любовь на первом месте. А как доказать, кто любит меня, соблюдет мои заповеди? Притом с радостью, а не так, что над нас еро возложили. Вот так. Слушаю. Братья, задавайте вопросы. У меня все. Значит, никого нет, молиться будем. А на начатке тогда, Игна Тихонович. Я смотрю сейчас. Георгий Кадушкин здесь. Нету, значит. Яна Фошуа. Тоже нет. Или Совета Семирят. Нет. Кто? Жаня Анна. Ну вот, братья тут пропоют, достойно должно быть. А потом своими словами выразите благодарность Богу возвышенным тоном. И в конце прославьтесь Святую Троицу. Я знаю, вы глубоко верующие люди. И громко скажите Аминь. И все слушайте. Кто согласен, говорите сразу Аминь. Молитва мгновенно делается вашей. Итак, молитесь, пойте. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Достойно есть якова истину. Блажите Тя, Богородицу. Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин. И славнейшую без сравнения Серафим. И застление Бога словорошую. Сущую Богородицу Тебе величает. Мы нададим Тебя, Господи, чтобы Ты даришь возможность собираться вместе со всех, во всех краях земли. И единомыслия изучать Слово Твое. Слава Тебе, Отец и Министер, Тобух. Аминь. 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 Спаси, Христос. Аминь. Спаси, Христос. Аминь. Аминь. Спаси, Христос. Аминь. Аминь. Спаси, Христос. Аминь. Спаси, Христос.